Аль-Хамду лилях Аль-Хамду лилях Аль-Хамду лилях Аль-Хамду лилях товарища. Это шик, это страшный грех, который у нас фаталия не прощает. И второе, это введение нау, введение в религию, введение бедаатов, тех обычаев, тех обрядов, которых не было при послании к Алсу Саламу, которые он нам не оставил. И это является основ из основ, которые разрушают религию. Если мы не будем этого держаться, наша религия разрушится. И мы, ахамду лилля, продолжаем тему семьи, продолжаем тему мужчин и женщин, и продолжаем тему мусульман и мусульман. В этом основа основ. И поэтому шариат со всех сторон оберегает семью. Так как в ней зарождается все. И муж, и жена, они друга поддерживают. И дети смотрят на них, растут. И они воспитываются, и их воспитывают. И они перенимают ислам, и учатся у своих родителей. И родители поощряют их к благому, и отстраняют их от дурного. И тогда ребенок вырастает гармоничным, настоящим мусульманем, настоящим единоборщиком, покорным. Воля Аллаха и его посланника. И тогда это достойный член общества, достойный уважения человек. И мы должны стремиться, чтобы наши семьи максимально были шариатскими. Да, сейчас нету. Шариатского государства или халифата, как многие мечтают. Но никто тебе не мешает. Ты же мужчина создать свой маленький халифат у себя дома. Создай свое шариатское государство. Живи по шариату. Кто тебе мешает? Никто. В отношении со своей женой, в отношении со своими детьми, со своими соседями. Околоствуется законом шариата. И тогда увидишь, какие будут результаты. И тогда увидишь, какие будут результаты. И как обрадуешься, когда твои дети еще маленькие начнут читать Куран. Заучивайте его. Ставьте на намаз. Будут уважать тебя и так далее. В этом много плюсов. В этом много плюсов. И ни одного минуса. Живите по шариату. Больше ничего от вас не нужно. Мужчины главенствуют над женщинами, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими. И потому что они расходуют и свое имущество. Суа Ниса 34 аят. И шейх Ибн Аль-Джаузи Рахимулла сказал, если праведный муж стал порицать жену, мы продолжаем тему. Разумная женщина должна проявить усердие для того, чтобы достичь его довольства. Достичь довольства своего мужа должна проявить это шейхи и ученые, что это разумная женщина. Поэтому женщины, сестры, которые слышат эти слова, пусть посмотрят на себя. Являются ли они разумными? Являются ли они теми, про которых здесь говорится? Достигают ли они довольства? Стремятся ли они достичь довольства своего мужа? И отстраняться такая женщина должна от того, что причиняет ему вред. Ведь если женщина станет причинять вред своему мужу или совершать то, что ему не нравится, то это поместит в его сердце тревогу. И может быть так, что при удобном случае он оставит ее или заменит ее другой. Ахкам Ан-Ниса, 69-е сообщение. И это говорит ученый. Поэтому женщина пусть смотрит, как она относится к своему мужу. Что она поселяет в его сердце? Тревогу, печаль или радость? Или любовь и взаимную симпатию? Ведь от нее зависит. Она должна быть разумной, она должна создавать уют, как и в взаимоотношениях, так и в семье. И как говорит Ульяма, нет сомнения в том, что муж обязан содержать свою жену и даже обеспечить ее отдельным жильем, если она не желает жить с его родителями и родными. Муж обязан обеспечивать, и муж обязан обеспечить ее жильем. И многие сестры на эти слова опираясь, поднимают скандал. Но как понимать эти слова? Имам Аль-Хасани сказал, если муж желает, чтобы его жена жила вместе с ним, с его семьей, как его мать, дочь или еще кто-то, а жена против, то он должен предоставить ей отдельное жилье. Бага Аль-Хасани, 4-й тонн, 32-е сообщение. Одна-то, говорит Ульяма, разумная, опять разумная мусульманка должна входить в положение своего мужа, учитывать его финансовые возможности и не требовать от него то, что он не в силах ей предоставить. Ведь даже Аллах Сфантали разделил обязанности, связанные с расходованием между состоятельными и несостоятельными людьми. Потому что Аллах Сфантали дает раз каждому по-разному, дает его пропитание и богатство по-разному. Кто-то есть богаче, кто-то беднее. И для одного купить квартиру ничего не стоит, а другой живет всю жизнь на съемной. Но, аль-хамду-ли-ля, есть где склонить голову, есть где прийти отдохнуть, есть где искупаться, где покушать. И Аллах говорит, пусть обладающие достатком расходуют согласно своему достатку. Не надо смотреть на соседа. Не надо, да, вот так, вот это, вот так, вот родственников, так. Аллах приказывает, пусть расходует, здесь приказ, согласно своему достатку. А тот, кто стеснется в средствах, пусть расходует из того, чем одарил его Аллах. Аллах не возлагает на человека сверх того, что он даровал ему. После тягоды Аллах создает облегчение. Сурат Таляк, седьмой аят. И поэтому мусульманка должна смотреть на финансовое положение своего мужа. Я специально это затрону, почему? Потому что из-за финансовых проблем часто разлучаются муж и жена, разрушаются семьи. И почему-то финансовый вопрос в сегодняшней мусульманской семье стоит во главе угла. Хотя, посмотрите, посмотрите, как было время Аллаху, саллаху, саллаху, салям. Да, и тогда у среди женщин было проблемой, но они быстро осознавали, осознавали свою ошибку и возвращались от нее. От шейху Лислам ибн Таймии передается, что жена не имеет права требовать от несостоятельного мужа отдельного жилья. Фатва Аль-Матали, 5-й том, 122-й сообщение. 122-я фатва. Иджабир ибн Абдуллах, ради Аллаху, рассказывает, однажды Аллаху пришел, чтобы попросить разрешения войти к посланнику Аллаха, саллаху, 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 разрешение войти. А Убаку уже было позволено войти, и он вошел. Потом пришел Амар, попросил разрешение войти и тоже получил разрешение на Эдр. Войдя, они увидели такую картину. Сидит опечаленный посланник Аллаха, саллаху, 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 салям, молча в окружении своих жен. И каждый из них сказал сам себе, я непременно скажу что-нибудь, чтобы рассмешить его. Хотели поднять ему настроение, саллаху, саллаху, салям. И потом Амар сказал, о посланник Аллаха, видел бы ты, как я подошел к своей жене бин Хариджи и дал ей по шее, когда она потребовала у меня средства на содержание. Ну вот такая вот шутка от Амара ибн Ахаттаба. И посланник Аллаха, саллаху, саллаху, салям, рассмеялся и сказал, как видишь, мои жены сидят вокруг меня и тоже требуют у меня средства на содержание. И тогда Убакар разгневался и подошел Хаиши, намереваясь ударить ее по шее. А Амар подошел Хауси, желая ударить ее. И они оба говорили, ты требуешь у посланника Аллаха того, чего у него нет, но не было посланника Аллаха, ничего не было. После смерти Хадиджи мы знаем прекрасно, что он был одним из беднейших в своей общине. И садака ему было харам. Только подарки мог принимать. И тут все жены пророка испугались. Жены пророка, саллаху, 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 салям, стали говорить, клянемся Аллаха, мы никогда не будем требовать у посланника Аллаха, саллаху, саллаху, салям, того, чего у него нет. Передает имамуслим 1478 сообщение. Поэтому они сразу осознали свою ошибку. Они поняли, что они совершили грех. И сразу вернулись от этого. И сподвижники правильно понимали этот вопрос. А кто ищет другое решение в этом вопросе, тот уже заблудился. Суфья Насауре сказал, если ты можешь почесать свою голову так, как делали сподвижники, то так и сделай. Если сподвижники понимали этот вопрос именно так, и мы обязаны понимать. Никто нас не научит лучшему, чем они знали, чем они умели или каким путем они шли. И также известно, что в исламе тоже бывают такие проблемы, мусульманка имеет право на свое имущество. Если ее отец оставил ей наследство, или родной дядя подарил, ну откуда-то у нее взялось имущество, от близких родственников, это ее личное имущество. Никто этого не оспаривает. И никаких прав на это имущество муж не имеет. То есть это имеет в виду, что муж не может взять, подарить кому-то ее имущество без ее ведома, или продать, или еще каким-то образом распоряжаться без разрешения своей жены. Она является хозяйкой. И Аллах спонталь охраняет у нас имущество каждого человека. Пусть это будет жена или муж. Но она должна советоваться с ним. Как же она тратит свое имущество? Куда она тратит свое имущество? Потому что это сблизит их сердца. Это укрепит их семью. Ведь она должна решать, что ей ближе, ее муж или ее имущество. И Абу Хурай, рага Аллаху Анху, рассказывал, что пророку с Аллаху алейхи вассалям спросили, какая женщина является наилучшей? И он ответил, та, которая радует мужа, когда она радует ее. Повинуется ему, когда он что-нибудь велит ей. И не противоречит мужу, если ему что-то не нравится в ней самой, или в том, как она расходует свое имущество. Не противоречит. Имам Ахмад, 2 том 251, Анна Саи, 2 том 72, хадис. И достоверность подтвердили многие мухадисы. И смотрите, Аллаху Алейхи вассалям сказал, что не противоречит ему, если ему не нравится, как она расходует свое, не его имущество. И также посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, в другом хадисе сказал, не позволено женщине расходовать свое, опять-таки, имущество, кроме как с позволения своего мужа. Ат-Табарани, Аль-Кабир, 22 том 83, аля Сакир, Аль-Тарих, 4 том 13, хадис. И шейх Аль-Бани подтвердил достоверность. Силисидар Сахир, 775 и 825 хадис. И шейх Аль-Бани, Рахимулла, об этом хадисе сказал, этот хадис указывает на то, что женщина не должна расходовать свое личное имущество без разрешения ее мужа. Это является полноценным главенством мужчины над женщиной, как установил это Всевышний Аллах Сфанталя. Однако, и к мужу эти слова относятся, если он является правдивым, праведным мусульманином, не должен злоупотреблять своим положением и ущемлять свою жену, запрещая ей тратить свое имущество на то, в чем нет греха или же вреда для их семьи. Сахир, 2 том 406 сообщение. Если так дело обстоит с личным имуществом жены, которое есть у нее, досталось до свадьбы или после свадьбы под аренатей, то что же говорит об имуществе ее мужа? Как она должна его беречь? А многие сестры об этом не задумываются. Они думают, муж деньги приносит, там складывает, беру сколько хочу, действую на нервы, тратю, как хочу. Нет, уважаемый, это не так. Абу-мама Аль-Вахили, ради Аллаха Аху, говорил, я слышал, как посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, во время своей проповеди большой, во время прощального хаджа, сказал, женщина не расходует ничего из дома ее мужа, кроме как с разрешением мужа. Его спросили, о посланник Аллаха, и даже еду, и он ответил, это лучшее из нашего имущества. У сахабов не было мебели, телевизоров, машин, самолеты, яхты, не было. Еда была, аль-хамду лилля, это было их имущество. Еда была, он считался богатым. И поэтому правоку саллаху алейхи вассалям сказал, это наше лучшее имущество. А сегодня едой никого не удивишь. В Аллахе здесь сидящие все, у них кроме еды, устанешь пальцы загибать, сколько всего дома, чего есть. И нужного, и ненужного. И поэтому женщина не имеет права расходовать не только его, а еще и свое имущество. Абудаут, 3565-й, а Тирмези, 354-й. Сахир Атагр, 935-й, хадис. И по этой причине, как говорит улема, следует спрашивать разрешение мужа на расходование его имущества. Будь это наличные расходы или желание сделать садака. Да, если желание сделать садака без ведома мужчины, это садака тоже не примется. Это его имущество, ты должна у него спрашивать. Однако, во всем, в любом деле есть две стороны. Если муж, предположим, богатый и скупой, что в этом случае делать? Не дает он. Не только не дает ее личные расходы, но и не дает ей, чтобы хватило ей и ее ребенку, или ее детям. Ну, их детям имеется в виду. И Далиль, что она тут может сама брать, сколько ей нужно, хадисы от посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Аиша, ради Аллаха, рассказывала. Однажды хинт, жена Абу Суфьяна, ради Аллаха, сказала, про кассаллаху алейхи вассалям. Поистине, Абу Суфьян человек скупой. На Абу Суфьяну он глава был в Мекке. Он был богатым человеком, я напомню вам, но и был скупой, жадный. И он не дает мне того, что хватило бы мне и моему ребенку, если я сама не беру у него без ее ведома. То есть не хватает денег, все, она сидит и приходит ей вынужденно брать без ее ведома. И она боялась, грех ли это. И на что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, бери то, что будет достаточным для тебя и твоего ребенка согласно обычаю. Аль-Бухари 5344, а Муслим 1714. Почему, так сказал, посланник Аллаху алейхи вассалям? Потому что каждый муж обязан, это факт, кормить свою семью. Тем более у него есть достаток, в этом случае он не исполняет свои обязанности. Значит, у жены есть право брать, но согласно обычаю. Смотреть надо, сколько в этой местности обычаи является средней вещью питания того или иного человека, женщины, мужчины. Согласно этому обычаю, нужно брать столько денег, не излишествуя. И также еще хотел бы какую проблему сегодня осветить, это работа по домам. Многие сестры уцепились, это не фарт, и они будут делать, что хочешь, и за это тоже бывают скандалы. Субханаллах. Это показывает неразумность этих сестер. Этот вопрос становится причиной ссор и разлада в семье. Так не должно быть. И со слов Ибн Амар, сообщается, что посланник Аллаха сказал, каждый из вас является пастырем. Помните этот хадис? И муж пастырь, и жена пастырь. То есть каждый отвечает за то, что ему верено. Когда мужа нет, или даже есть муж дома, но за хозяйство отвечает жена. Она пастырь, и с нее, Аллах сфантали, об этом обязательно спросят. Хадис перед Аль-Бухари, 5200-7138. И со слова Бухурая, ради Аллаха, сообщается, что посланник Аллаха сказал, каждая душа из сынов Адама является господином. Но имеется в виду и дочь. Просто пророк Сауслям говорил, это обобщенно, обобщенно, о всех детях Адама. Мужчина является господином в своей семье, а женщина является госпожой в своем доме. Сахи Хальджами, 4546-й. И Асама, бин Абулбакар, ради Аллаха, дочь лучшего человека после пророков Абулбакара, садыка, ради Аллаха, рассказывала, Аззубайр женился на мне, не имея ни имущества, ни рабов, ничего. Смотрите, какое было положение. Абулбакар отдал, хотя Абулбакар был, мы знаем, богатым человеком. Аззубайр был, можно сказать, нищим, ни имущества, ничего. У него было ни рабов, ничего, кроме одного коня и небольшого куска земли, говорит Асама бин Абулбакар. Я кормила его коня сеном, заботилась и ухаживала за ним, а еще я молола овсяные семена для теста, приносила воду и месила тесто для хлеба. И она говорит, я не умела хорошо пить хлеб, и поэтому училась и просила, чтобы испекли там хлеб наши соседки из Амсаров. Они были заслуживающими доверия женщинами. Има Муслим, 2182-й. Смотрите, женщина все делала в доме. Даже кормила его коня, ухаживала за его конем. И не роптала, и не возмущалась, и ничего не говорила. Так сегодня многие, я это делаю, я тут и зарабатываешь довольство своего мужа и довольство Абаса Фонтали. Как это еще объяснить нашим женам, сестрам и так далее? Ну, я думаю, что к нашим близким, кто сюда в мечеть ходит и слышит, это не относится, но большинство мусульманок в этом вопросе проявляет строптивость, и в этом вопросе не подчиняется, из-за этого большие проблемы возникают. И Шаиху Алислам и Бантаймия Ахимулла сказал, ученые разногласили были мнение, должна ли супруга оказывать мужу такие услуги, как уборка дома, приготовление пищи и напитков, выпечка хлеба, измельчение зерен, приготовление пищи для всех, кто зависим от мужа, приготовление корма для его домашних животных. И некоторые ученые говорят, жена не обязана этим заниматься. Однако, говорит Шаиху Алислам Ахимулла, это утверждение ложное. Также ложное утверждение тех, кто полагает, что муж не обязан общаться с своей женой и вступать с ней в близость. Сожительство мужа с женой без интимной близости между ними не соответствует требованиям шариата. Сейчас часто последние такие случаи видишь, когда женится, потом через какое-то время вступает в интимную связь, неправильно. И Шаиху Алислам сказал, это не соответствует требованиям шариата, такой брак неправильный. Другое мнение, и оно правильное, то, что супруга обязана выполнять эти обязанности, ведь муж является господином для нее, согласно писанию Аллаха, а супруга трудится для достижения довольствия своего супруга, согласно сунни посланника Аллаха с Аллаху алейхи вассалям. И некоторые говорили, обязанности супруги должны быть легкими, а другие говорили, объем ее обязанностей должен соответствовать требованиям обычая. Вот это и есть самое правильное мнение. Опять возвращаемся о обычае. Какое в этой местности обычае убирает то, то мы так устраиваем, значит это относится к женщине, которая живет в этой местности. И жена служит мужу согласно тому, как делает это подобно ей, подобно такому же мужчину в соответствии с обычаем. Обязанности при кочевой образе жизни отличаются от обязанностей при оседлом образе жизни. А работа выполняемой физически крепкой женщине не будет равна работе, выполняемой женщиной физически слабой. Маджмаль Фатва, 2 том, 234-235. Еще в Альбании Рахимуллах сказал, слова некоторых заключения Никаха дает право наслаждаться женой, а не эксплуатирует ее, являются ложными и отвергаемыми. Ведь жена также пользуется своим мужем, услугой мужа для удовлетворения своих плотских желаний. И с этой точки зрения муж и жена абсолютно равны друг перед другом. Вместе с тем известно, что Аллах Всевышний возложил на мужчину целый ряд других, более существенных обязанностей, как расходы, связанные с содержанием семьи и супруги, ее обеспечения одежды и домом. И будет справедливым признать, что в обмен за это женщина должна иметь перед супругом определенные обязанности, а это служить ему. Более того, как сообщалось ранее, согласно установлению Курана, мужчина стоит над женщиной. Но если женщина не будет выполнять свои обязанности по дому, и будет вынужден выполнять ее муж. И тогда получится, говорит шейх, что женщина стоит над мужчиной, а не мужчина стоит над женщиной. И что это противоречит Курану. Тогда это получится, что это противоречит Курану. Таким образом, женщина обязана служить своему мужчине, что и требовалось доказать. Адабас Дифаф 288 сообщение. И также шейх Аль-Вани Рахимула сказал, То, что было упомянуто относительно обязанности женщины служить своему мужу, не противоречит желательности мужчине помочь женщине в работе по дому. То есть с другой стороны смотрят на эту проблему, если у него найдется для этого свободное время и силы. Мужчина, муж должен помогать своей жене, должен ей обустраивать дом. Особенно сейчас, когда такое положение насчет мужчин, гвоздь забить не может, завернуть шуруп не может, и жена и готовит, и стирает, еще гвоздь забивает, субханаллах. А муж чем занимается? Нет, шейхи как с одного конца смотрят проблему, так и с другого конца смотрят. И муж тоже должен помогать своей жене и своей семье. И по этой причине Аиша, ради Аллаха, рассказывала. Бывало, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, помогал своей семье в домашних делах. Но когда наступало время молитвы, он шел молиться. Это хадис приводит Аль-Бухари, 129, 480, Ат-Тирмези, 314. И в другом хадисе говорится, что он сам чистил одежду, зашивал, даю козу и ухаживал за собой. То есть когда было время, ничего такого нет, если муж поможет своей жене, это опять-таки будет служить укреплению своей семьи. Но женщина должна все-таки выполнять эти обязанности, должна служить своему мужу. Тогда, если не будет этого делать, получится, что она ставит выше мужчины. А это уже противоречит Курану будет. И, иншаллах, мы продолжим эту тему на следующий джума. Много высказано ученых по этому поводу. Но мы должны понять, что шариат способствует со всех сторон укреплению семьи. Как женщине, так и мужчине дает наставление, которое никаким образом не вредит ни ей, ни ему. Мы же, опять повторю, мы должны и обязаны устанавливать шариат в своей семье. Жить по шариату, руководствоваться шариатом. И тогда будет гармоничная семья, где жена и муж будут уважать и любить друг друга. Дети будут питаться плодами этой любви, и вырастут в гармонии, в любви. И не будут видеть, как, извините, пьяный муж приходит, или жена ему перечит, и так далее, подобных гнустостей и мерзостей. И ребенок все это впитывает, и уже на этом растет. И кого мы растим, большой вопрос. Если, тем более, муж и жена не молятся, потом ребенка заставить очень-очень будет тяжело. Я прошу вас в фантале, чтобы он нас растил всех за наши грехи. Чтобы он нас укрепил на его религии. Вел в любовь к нам, шариату. Вел в любовь к ему, субханата аля. Чтобы следом за пророком, саллаху алейхи вассалям, стал единственной целью нашей жизни. И чтобы он нас собрал под знаменем посланника Аллаха саллаху алейхи вассалям в день расчета, простил он наши грехи и вел в сады Фердаус вместе с посланником Аллаха саллаху алейхи вассалям. Аминь. Я рады ли аламин.